Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить со своим новым помощником на кухне. Это сушильный аппарат овощесушка от фирмы Изидрай. У меня овощесушка идет на 5 сид. Открываем крышку. Вот такие сито идут. Также в комплект входят 5 вот таких поддонов для приготовления или листов для приготовления пастилы. Что мне понравилось, что также идут специальные вот такие сеточки для того, чтобы если сушим что-то миленькое, не падало вниз. Их также 5 штук. Какой принцип работы? На дисплее все написано. Температура приготовления, плавный переключатель, как видите, температуры и время приготовления того или иного продукта, что я думаю очень удобно. Распределение воздуха идет снизу в этой сушке. Но при этом можно, например, сушить разные продукты в одно и то же время в этой сушилке и не будет никаких смешиваний запахов и ароматов. Ну и сегодня я хочу посушить базилик. У нас на Кавказе эту траву называют рейхан. Многие называют ее, знаю, базилик. Фиолетовый базилик. Сегодня мы его сушим. Я помыла и подготовила к сушке 5 больших пучков рейхана. Стебли я не очищаю от листиков, так и буду сушить. Распределяю по ситам. В каждое сито равномерно я укладываю веточки зелени. Распределила зелень. Складываю сито друг на друга. Сверху закрываю крышку. Температуру выставляю 55 градусов. Включаю сушилку в розетку. Ну а сколько по времени будет сушиться, уже посмотрим после того, как будет полностью готов наш базилик. Прошло 5 часов и наш базилик высушился. Снимаю теперь с сушилочки я листики. Хранят обычно базилик в плотно закрываемой таре. Я обычно храню вот такими листочками. Это удобно. Потом можно поломать как нужно листик. А веточки можно перемолоть в кофемолке и добавлять уже в виде порошка. Ну вот таким способом очищаем полностью все веточки от листочков. Хранится базилик очень хорошо. Он обычно не теряет ни цвет, ни аромат. Главное, чтобы баночки были хорошо закупорены. А хранят обычно в темном месте. Попробуйте приготовить и буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким.